Котельная находится в подвале дома. Владимир Кулясов живет в частном доме. Возможности отапливать коттедж газом или электричеством нет. Пользуется углем. Прогреть 100 квадратных метров в 30-ти градусные морозы непросто. Приходится значительно увеличивать объемы топлива. В обычные дни, где температура до 20 градусов, обычно уходит два ведра. Это в пределах 18-ти килограмм, 20-ти килограмм. А в мороженое где-то в два, в два с половиной раза больше. Где-то четыре, до пяти. Печным отоплением пользуются тысячи минусинцев, поэтому от смога никуда не деться. Впрочем, к серому небу над головой в морозные дни жители уже привыкли. Ситуация повторяется из года в год. Вот частный сектор разросся, кругом коттеджи вокруг города. И это все усугубляет немножко вот такой вот дым, дымовая завеса. А так вот ветер подует, атмосферное давление поменяется. И все выдует отсюда, и все нормально. Так что это вот только временное это явление. Ничего страшного. В городской администрации ситуацию называют вполне рядовой. В сезонном задымлении тоже не видят ничего, что угрожало бы здоровью людей. Более того, за последние несколько лет ситуация даже изменилась к лучшему. Благодаря тому, что закрыли несколько котельных. А частный сектор постепенно подключается к центральным сетям теплоснабжения. Достаточно большое процентное соотношение в городе Минусинске частного сектора, который имеет печное отопление. Безусловно, это влияет на периодическое, временное повышенное содержание вредных примесей, безусловно. Но по мониторингу за 3 квартал 2015 года уровень заблизнения Минусинска характеризовался как низкий. Слова чиновников подтверждают и данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Задымление лишь временное неудобство, которое приходится терпеть в морозы. Кстати, на юге края, по прогнозам синоптиков, низкие температуры продержатся минимум до конца следующей недели. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости.